Всем ребят привет! Сегодня будет классный видеосюжет состоять из нескольких частей, потому что файлов огромное количество, затем очень много находок, которые я заснял. В общем, не обессудьте, но видео будет состоять из нескольких частей, минут по 15, по 20, по 30, вот, так что, наверное, поймете меня. Что интересно, были классные, просто шедевральные находки, я бы не сказал, что сенсации, что бомбы, как на предыдущих была двушка 25-го, но находки очень приятные, классные, так что приятного вам просмотра. Ну, не забываем ставить пальчик вверху за трудосторания, если не подписан, то подписывайся. Смотрим, будет очень интересно и весело. Ну что, ребята, пожалуй, начнем первый файл с находки. В общем, Михалыч, Михалыч, здорово еще раз. Здесь вот Дэн нашел 4 монеты, одна из них серебряная. И они с Диманом уехали туда, на поиски одного фундамента, где в прошлый раз хорошо находки давал. Правда, советы, но давал. И вы знаете, вот этот участок меня заинтересовал. Просто решил верховые. Причем, смотрите, его, походу, когда-то кто-то хотел пинуть, сигнал был очень хороший. И вот, смотрите, верховая, ребята, верховая, верховая монета, 3 копейки, 24-й год. Я слегка, видите, слегка, наверное, лопатой ее задел. Ики. А так, смотрите, какой сохран, ай, хорошая монета, ай-яй-яй-яй. Вообще зачетный. Горт гладкий. Приятная монетка. Зачетная. Первая, первая медь сегодня. И меня это радует. Пацаны здесь копают с утра. У них не особо интересно, что выпало. Чуть позже покажу, что они накопали здесь в мое отсутствие. Но факт в том, что вечером уже, ребята, я только подъехал. Время уже 7 часов. И я только подъехал, через 2 часа будет темнеть. И нужно за это время найти фундамент, на котором можно зацепиться. Тот что-то перспективы не дает. Но все же мы сегодня с Кингом снова. Поля, ребята, уже убрали. Дома распаханные вот по полю. Правда, на этом поле местный фермер гоняет копателей. Гоняет. Ну, его можно понять. Ладно. С первой меди у меня, ребят. С первой меди. Пойдет. Итак, ребят. Все, что было до сегодняшнего момента. Вот до сегодняшнего. Я, как бы не снимал, было несколько монет. Шурфило вон там вон. И решили на ночлег, вот машина рядышком поставить. И разработать фундамент. Ничего особенного, ребят. Домовой ямы нету. Ничего нету. Михалыч щупом сейчас прозванивает, прощупывает. В принципе, дом здесь вот. Но он и должен быть по теории. Потому что дом вот здесь. И дом вот здесь. Между ними тоже. Но так как того, домовой ямы нету. Но есть погребные по обе стороны. И сейчас вот эту область мы, наверное, будем шурфить. Что из этого получится, вы, конечно, увидите. С нами Дэн. Дэн, здорово. Привет. И всем известный Михалыч. Вот. Так что пока троем. Остальная бригада приедет завтра. Диман Тольятти уехал. Вот. Так что распаковываемся. И начинаем свой ночной шов. Что интересное будет, обязательно вы увидите. Ну что, ребят. Пополнение у нас. Время уже темно. А Камрад. А с девушкой приехал. Саня приехал. С девушкой мы еще не познакомились. Вот. В такую темноту, ребят. При луне копаем. Вот видите, да. Это луна. Это не фонарь. И парни приезжают. Завтра основная масса приедет утром. Но я к чему. У меня монета. И монета приятна тем, что это большая, крупная монета. 5 копеек 30-го года. Приятно. Приятно. Идем дальше. Городцовское пиво приехал, ребята. Сейчас пивко попрям. Давайте познакомимся. Александр. Да? Да, Александр. Вот. У нас тут раз Александр. Второй Александр. Я третий. Короче, трио. Трио получается. Вот. Ну, за знакомство, да? Ну, что, ребят. И пошла интересная сопуточка. Вот она. У нас с Кингом такая сопутка. Это чистая латунь. И, возможно, это у нас именно от подсвечника. Парни там ужин готовят на костре. Ну, а мы что-то пытаемся найти. Ладно, пока ничего интересного. Что там? Кто там? Кто там? Кто там? Кто там? Кто там? Свои. Свои. Все. Прекращаю. Ну, что, ребят. Шурфим втроем в полумраке. И вы знаете, наконец-то достойная находка. Я ее в руки брал. Если бы была бы обычная монета, которые были до этого, наверное, штук пять. Двушки, трешки. И это у нас серебро, ребят. Серебро. 15 копеек. 25-й год. Вот чем хороши советские фундаменты. И это тем, что здесь бывает очень часто серебро. Так что, ладно. Не расстраивайтесь, не огорчайтесь, если у вас фундамент чисто советский. Может выпадать вот такие вот белые кругляшки. Зачетно. Зачетно. Итак, ребята. Копаюсь с Дэном. Говорю Денису. Блин, если в течение 10 минут находки не будет, буду закругляться и пойду спать. И вы знаете, только прозвучала эта реплика, и у меня выпала монета. Может почаще возмущаться. Выпало 10 копеек. 10 копеек. Так, щитовичок, да, видите, да? Какой год, к сожалению, не знаю. Но все равно, наверное, буду закругляться. Фундамент битый, кем-то ранее копанный. Здесь вот, это я уже собираю монеты, которые просто Камрад не уследил. Когда стенки подрезаю, они осыпаются. Это означает, что фундамент ранее кем-то шурфленый. Это вам на заметку. А то, что я сейчас здесь нашел, просто Камрад не углядел, просто упустил. Ну ладно, ребят. Ух ты, вон там такое зарево. В Стольятти там, говорят, ливень льет. И он в сторону ушел. Сначала был, молнии были там, а теперь здесь. То есть мимо прошли. Ну и ветерок такой прохладненький. Надеюсь, нас не зальет. Если зальет, то все. Чего? Замок. Какой замок? Ну-ка, показывай. Железо? Ну да. А, ну обычный, советский. Мил на все деньги. На все деньги, да? Ладно, ребят. Ладно, встретимся утром. Всем доброе утро. Начинаем второй день. Нас сегодня всего-навсего пятеро. Но бригада основная скоро подъедет. В общем, ночью был жуткий дождь. Гром, молния, в общем, хреново спали. С Кингом. Ну, по крайней мере, без всяких эксцессов. Все, что я вчера нашел, я в основном не показывал. Получилось 15 монет. Ну, самое интересное, сейчас вам продемонстрирую. Кинг у нас вчерашний ужин доедает. Вон, вчерашний ужин, который мы не доели. Кинг с удовольствием уплетает. По находкам, ребята, что интересно, была трешка 24-й, двушка 13-го года, пятак 30-го, затем трешки старого образца, ну и всякий такой. Вот пятнашка 25-го, серебра. Вот, а остальные, которые монеты были, я вам как-то не показывал, они ничего не интересного. Ранние-поздние советики. Вот сейчас хочу попробовать вот этот фундамент. И вон там, он еще один, что-то похожий щуп торчит. Сейчас щупом проверю. Если есть, что, будет нормально. Пацаны пока верховые, что-то смотрят. Вон у нас девушка, девочка, Татьяна. Она будет порядок в лагере. Мумица. Санек. Дэн в кустах. Михалыч сейчас обломок креста поднял. Вот, так что, ладно, посмотрим. Ну что, ребят, бригада УХ работает до двух, приехала у нас? Во главе у нас, вон, во главе у нас Диман. Поиск сокровищ. Здорово. И его вот команда, бригада копает шурф. В принципе, шурф зачетный был, более ста монет здесь. И они вон на камушке продолжают монетки собирать. Серебрушка здесь выскочила. Ну, в основном здесь советина. Что там? Ну-ка рассказывай. А, крестик, вот, смотрите, в прямом эфире. В прямом эфире средний мужской нательный, 19-й век. Вот. Одна команда уехала. Но все равно у нас еще, как бы, машин тут предостаточно. Здесь даже вон лагерь разбили. Вот Павел. Вот. Так что, вот такой вот фундамент. Кучкуются они здесь, собирают. Но меня интересует вон тот, комрад, который только что подъехал. Это у нас Дмитрий Юданов. Мой модератор. У меня на стримах. И я ему вот несу подарок. Вот такой вот подарочек. Сейчас вам покажу, что за подарок. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok